На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зонтария. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Первый положительный. В Абхазии зафиксирован пациент, зараженный COVID-19. За пределами запрета. Нарушение режима чрезвычайного положения в республике. Когда действительно нужна помощь. Репортаж о работе линии психологической и социальной поддержки. Начнем с сообщения оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции. Первый случай заражения коронавирусной инфекцией подтвержден на территории республики. Сообщил министр здравоохранения и социального обеспечения Абхазии руководитель штаба Томас Цахнаки. Добрый вечер, уважаемые граждане республики Абхазия. Сегодня наша бактериологическая лаборатория республиканской санитарно-эпидемиологической службы официально подтвердила первый случай заражения коронавирусной инфекцией у нашего гражданина, жителя города Гагра. Это один из 18 пациентов, которые были сегодня протестированы в БАК-лаборатории. 17 отрицательных результатов, один положительный. Речь идет о том, что больной поступил вчера в Гудаутскую центральную районную больницу с симптомами острого респираторного заболевания, схожего с коронавирусной инфекцией. Лабораторно он подтвержден. Состояние дальнего пациента на сегодняшний день расценивается как относительно удовлетворительное. Он получает весь необходимый курс противовирусной терапии, необходимый и утвержденный на сегодняшний день Министерством здравоохранения в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Хочу подчеркнуть, что данный положительный результат, он нами был ожидаемым, поскольку очень высокий процент пересечения государственной границы с разных регионов России, прежде всего с города Москвы, где на сегодняшний день отмечается рост числа инфицированных коронавирусной инфекцией. Мы неоднократно говорили о том, что необходимо принимать очень жесткие меры не выходить из дома, не общаться в массовых скоплениях коллективов и других мероприятий, выходить только по крайней необходимости – в аптеки, продуктовые магазины, в больницы при наличии соответствующих показаний. Очень важно, еще раз обращаюсь, сохранять режим самоизоляции, поскольку на сегодняшний день, по всем экспертным оценкам, рост заболеваемости будет прогрессировать буквально до конца апреля месяца. Это данные и Роспотребнадзора, и Всемирной организации здравоохранения. Учитывая вышеизложенное, исполняющий обязанности президента сегодня подписал распоряжение о дополнительных мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Республике Абхазия. И сегодня в ноль часов будет закрыт въезд в Республику Абхазия по государственной границе ПСОУ. Эти меры крайне необходимы, поскольку мы видим ту ситуацию, которая сегодня складывается в сопредельных территориях. И мы должны принять все необходимые исчерпывающие меры для того, чтобы максимально постараться не допустить распространение инфекции в нашей стране. Конечно, на сегодняшний день все необходимые государственные структуры проводят необходимые мероприятия по локализации очага инфекции. И эти мероприятия будут продолжаться до периода введения карантина. Еще раз обращаемся к гражданам строго выполнять рекомендации Министерства здравоохранения и Межведомственного оперативного штаба. В настоящий момент Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики принимают все необходимые меры для выявления тестирования подозрительных случаев, для оказания помощи зараженным обеспечением мер по предотвращению дальнейшего распространения вируса с целью максимально уменьшить передачу от человека к человеку и для оповещения общественности. В Республике Абхазия подтвержден первый случай заражения человека коронавирусом COVID-19. Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия сегодня подтвердило, что первый случай заражения человека коронавирусной болезнью 2019 COVID-19 в Абхазии был зарегистрирован в городе Гагра. Больной госпитализирован и изолирован. В настоящее время находится в удовлетворительном состоянии. Пациент прибыл из города Москвы, где был в командировке. Пациенту оказывается медицинская помощь в полном объеме. Квалифицированным персоналом и специальным оборудованием Гудаутская больница обеспечена. Соответствующими службами Республики Абхазия проводятся мероприятия по предотвращению распространения инфекции. Помимо этого, Государственной санитарно-эпидемиологической службой Республики Абхазия через территориальный СЭС проводится углубленное расследование для получения всей соответствующей информации и отслеживания контактов для определения, есть ли еще зараженные и заболевшие. Данный случай коронавирусной болезни не был неожиданным в нашей стране и в будущем мы можем быть свидетелями большого количества случаев заражения. Так как жители нашей страны чаще всего пренебрегляли теми требованиями, которые озвучивались в документах Кабинета министров, актами президента Республики Абхазия, приказами Министерства здравоохранения и социального обеспечения. Не исполняли требования находиться дома и на самоизоляции всем, кто вернулся с городов и стран, где зарегистрировано заболевание коронавирусной инфекцией. В настоящий момент Министерством здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия принимаются все необходимые меры для выявления и тестирования подозрительных случаев, для оказания помощи зараженным, обеспечения мер по предотвращению дальнейшего распространения вируса с целью максимально уменьшить передачу от человека к человеку и для оповещения общественности. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Республики Абхазия напоминает всем, кто недавно посетил страну или город, в котором зарегистрированы случаи COVID-19, и у кого поднялась температура и появился сухой кашель, позвонить по телефону горячей линии и сообщить необходимые сведения о необходимости оставаться дома, а при необходимости в тяжелых случаях обратиться за медицинской помощью. Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия ежедневно будет размещать любую новую информацию на сайте Министерства здравоохранения по COVID-19. Исполняющий обязанности президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал распоряжение о закрытии государственной границы по реке Псу для всех категорий граждан с 0 часов 0 минут 8 апреля по 20 апреля 2020 года. В тексте документа говорится. Первое. Внести в распоряжение исполняющего обязанности президента о мерах по реализации указа, исполняющего обязанности введения чрезвычайного положения в Республике Абхазия от 27 марта следующие изменения. Первое. Первый. Пункт седьмой. Исключить. Второе. Пункт восьмой. Изложить в новой редакции. Ограничить с 0 часов 0 минут 8 апреля 2020 года по 20 апреля 2020 года въезд в Республику Абхазия всех категорий граждан через пункты пропуска на Абхазо-Российской государственной границе за исключением работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, объединенной российской военной базы, водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки. Службе государственной безопасности Республики Абхазия и Государственному таможенному комитету Республики Абхазия обеспечить исполнение требований, установленных пунктом первым настоящего распоряжения. Министерству иностранных дел Республики Абхазия в порядке установленном соглашением между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о пунктах пропуска через Абхазо-Российскую государственную границу проинформировать российскую сторону об ограничительных мерах, указанных в пункте первом настоящего распоряжения. За пределами запрета. Режим чрезвычайного положения в Абхазии действует до 20 апреля. Но, судя по оживленному движению в городе, его неукоснительного соблюдения добиться пока не удается. Наиболее многолюдно в Сухуми в эти дни на рынке и в церкви. Ответ на вопрос, почему горожане нарушают карантин, искала Марьяна Котова. 7 апреля. Центральный сухумский рынок закрыт на карантин. Но вокруг рынка торговля идет довольно-таки бойко. Две недели торговцы были на карантине. Но вынуждены были выйти и расположить свои рабочие места на территории вокруг рынка. Карантином дожил проблемы, которые были известны и ранее, но не стояли так остро. У людей закончились деньги. Сбережений у рыночных торговцев хватило на 14 дней вынужденного простоя. Я сама боюсь этого положения. Но если я не выйду, не прокормлю, я инвалидка. Ребенок больной, кто их прокормит? Понятно, мы все боимся. Положение очень опасное. Но хотя бы зелень, если не продать, так мы себя прокормим. У МЗИ двое детей. А сама она инвалид. Помимо выручки от продажи, семейный бюджет формирует ее пенсия. Как говорит женщина, вирус, который сегодня напугал весь мир, для нее не страшнее голода. Если это суждено нам умереть, это и с рынка пойдет, и откуда хочешь пойдет. Мы все боимся. Но с голоду умрешь или от вируса умрешь, уже какая разница, если дело касается. Мы тоже не хотим, чтобы вирус был. Но ребенок семилетний, сейчас что тебе поймет? Он откуда знает вирус или что? Если я не принесу, я одна кормящая мать дома. По мнению женщины, столпотворение, которое творится вокруг рынка, сейчас ничем не лучше того, если бы рынок продолжал работу. Как-то надо выходить с положения, не знаю. Пусть разрешат, откроют рынок. Здесь такого ажиотажа нет. Наоборот, все по своим местам станут. Меньше скопления будет народа, чем сейчас. Сейчас и цыгане вышли сюда. Они тоже хотят кормить семи. Я же не скажу, меня поставь цыганку, выгонь. А если весь рынок откроет, каждый на свое место станет, уже вот такого скопления, как вот сейчас здесь, не будет. Машины образуют пробки на дороге. Лицом к лицу сталкиваются люди на тротуарах. Покупателям приходится протискиваться сквозь самодельные столы. Многие, кто работал внутри рынка, разложили свой товар прямо на земле. В том числе и цыгане. Когда голосование, сразу к цыганам прибегают. Помогите, делайте. А надо же что-то нам тоже, цыганам, помогать. Мы пошли взять на детей макароны, что дают. Это же говорят. Мы пошли, мы цыганам не даем. А что цыгане, не люди? Как видно, так или иначе, а запретить людям продавать и покупать продукты питания в нынешней ситуации не получается. Между тем, форма, которую приобретает эта, по сути, незаконная торговля, тоже никого не устраивает. Но без решения руководства все будет так и протекать, стихийно. Несладко в дни карантина приходится и таксистам. Даже несмотря на то, что общественный транспорт не ходит, работы у них не прибавилось. Как говорит Рабин Скадзба, людям ехать некуда. Поэтому у его семьи есть не на что. Нету клиентов, нету людей. Людей, если не будет, откуда? Налог платить надо, это платить надо, семью кормить надо. У меня пятеро душ внуков, внучек, а кормят как, если я не буду выходить на работу. А жена дома сидит на рынке, она не может выйти на работу. Вот так сидим, и как я, и все вот так мучаются. Но многолюдность 7 апреля не только на рынке. Если на рынок народ гонит необходимость прокормить себя и свою семью, то в церковь люди идут за духовной пищей. В праздник Благовещения в Сухумском соборе собралось много людей, несмотря на жесткий карантин. Во-первых, в дни карантина правительство запретило покидать дома без лишней необходимости людям старше 65 лет. Во-вторых, чрезвычайное положение предписывает не собираться массово. В-третьих, в местах скопления людей рекомендовано надевать медицинские маски и перчатки. И хотя прямого запрета на проведение священной литургии в Сухумском храме не было, в ходе нее были нарушены все остальные государственные запреты. Довольно многолюдно сегодня и в районе Брехаловки. И хотя сама кофейня не работает, народ по привычке собирается именно в этом месте. Как видно, людей на улицу гонит не только нуждая религиозные праздники. Хорошая погода и, видимо, усталость карантина заставляют людей выходить на прогулку. Хотя в то же самое время новости от медиков поступают весьма тревожные. И снова к теме соблюдения карантина в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Наместник Новоафонского монастыря Иеродьякон Давид Сарсания по просьбе нашей редакции записал видеообращение, в котором призвал граждан к соблюдению карантина. Дорогие братья и сестры, позвольте вас поздравить сегодня с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Православные христиане воспоминают сегодня событие, описанное в Евангелии от Луки, когда архангел Гавриил был послан возвестить Деве Марии о том, что она зачнет от Святого Духа и родит Сына, которого должна назвать Иисусом, что означает «Бог спасает». Благая весть о том, что «Бог спасает человечество» звучит и сегодня, даже в эти непростые времена. Весь мир столкнулся с невидимым врагом – коронавирусом. Этот мертвый по сущности вирус заражает смертью живой организм. Проникая внутрь и в течение двух недель, поражая легкие, он парализует функционирование органов человека, вызывая процессы, ведущие к смерти. У каждого из нас есть родные и близкие люди пожилого возраста. И, к сожалению, именно эта категория людей входит в группу риска. Да, сейчас на дворе прекрасная пора. Весна полноценно вступает в свои права. На дворе все расцветает, благоухает и поют птицы. Скоро и наш главный праздник – Пасха Христова. Но Бог проверяет нас, проверяет наше благоразумие. Возможно, что карантин – это наша эпитемия, испытание, через которое мы должны пройти и измениться. Если мы не поймем того, что необходимо покориться воле Бога и смириться, пребывая в карантине, то есть находиться в изоляции, то мы будем искушать Бога своим непослушанием. Если из-за того, что мы продолжаем вести обычную жизнь и свои дела, начнется распространение этой страшной болезни – коронавируса, и погибнет более десятка тысяч человек, то потом мы не сможем даже организовать достойное прощание с этими людьми. А ведь они могут быть и нашими близкими. Кого мы будем потом винить в этом? Кого мы сделаем виновным, как это стало принято в нашем современном обществе? Когда Иисуса Христа искушал сатана, поставив его на крыле Иерусалимского храма, и сказав ему, «Если ты, Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, ангелом своим заповедуют о тебе, сохранить тебя, и на руках понесут тебя». Христос ответил ему, «Сказано, не искушай Господа Бога твоего». Вот и сейчас я прошу всех вас проявить благоразумие и не искушать Бога, не играть с судьбой, дабы не подвергнуть себя и своих близких смертельному искушению. Вы можете не согласиться со мной, комментировать мои слова и обвинять меня в чем угодно, но ответственность за последующие события будут на совести каждого из сомневающихся. Пожалуйста, проявите терпение и смирение перед Всевышним Богом, соблюдайте карантин и сохраните свое здоровье для добрых дел и дорогих и любимых вами людей. С этого начинается путь, ведущий к Богу, о чем и напоминает нам сегодня праздник Благовещения. Всего вам доброго. Накануне в Сочи прибыло 390 пассажиров с 19 рейсами из Москвы. Все пассажиры должны пройти самоизоляцию, говорится в сообщении. Пассажиры, проживающие в других субъектах России и не имеющие возможности изоляции по месту пребывания, направляются на две недели в обсерватор Сочи. Как сообщалось, в Сочи выявлено 15 случаев коронавируса, 6 пациентов выздоровели. Официальная информация. Исполняющая обязанности президента Республики Абхазия Валерий Буганба поздравил председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко с днем рождения. В поздравлении, в частности, говорится. Профессионализм, неиссякаемая энергия, целеустремленность, природные качества лидера, организаторский талант снискали вам почет и уважение. На высоком государственном посту председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации вы проводите огромную работу, направленную на реализацию стратегических целей и задач развития России во имя процветания ее народа. Мы высоко ценим ваш вклад в развитие всесторонних связей между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Конец цитаты. Спикер Народного Собрания Парламента Республики Валерий Кварчия направил поздравление с днем рождения председателю Совета Федерации Федерального Собрания России Валентине Матвиенко. В поздравлении Валерия Кварчия в частности отмечается. Мы высоко ценим ваше личное отношение к вопросам укрепления взаимодействия Народного Собрания Парламента Абхазии и Совета Федерации Российской Федерации. Выражаем уверенность, что наши общие усилия будут способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества Республики Абхазия и Российской Федерации во благо народов наших стран. Когда действительно нужна помощь. 2 апреля Министерство здравоохранения и соцобеспечения при поддержке мобильных операторов страны запустило горячую линию психологической и социальной помощи. Она осуществляется по номерам 799-0404 и 0404. Моя коллега Елеонора Гелаян расскажет, как прошла первая неделя работы у специалистов на телефоне и почему важно обращаться по совести. 200, 250, 300. Столько в среднем звонков обрабатывают специалисты психологической и социальной помощи по телефону. С чем только не звонят люди. В основном с тревогой, раздражительностью, страхом, а иногда и простым любопытством. Это когда звонят и молчат в трубку. Сотрудники психологической поддержки в своем большинстве предпочли остаться в тени, объясняя это особенностями профессиональной деятельности. Людям не обязательно знать, как зовут того, кто слушает их проблемы. В беседе с нами психолог Илана Кортуа рассказала, что работает группа более чем из 10 квалифицированных специалистов. Все они практикующие психологи. Звонки могут быть анонимными. Главная задача психолога снизить эмоциональное напряжение, тревогу, агрессию, стабилизировать психическое состояние клиента. В случае, если позвонившему необходима помощь соцработника, психологи передают звонок специалисту по теме. Кого-то интересуют работают ли банки, кого-то интересуют вопросы пересечения границы и условия карантина для прибывших лиц с других стран. Кого-то интересуют вопросы по поводу выплат, пенсии, пособий, обмена документов и так далее. Есть люди, которые просто звонят из любопытства. Звонят и те, кому известно о социально уязвимых людях, одиноких людях, у которых нет родных и близких, готовых им помочь, которым нужна помощь волонтера. Очень много запросов по поводу медикаментов. Также в связи с активностью общественных организаций и частных инициатив показаний предовольственной помощи есть такая категория граждан, которые подумали, что в Абхазии раздают гуманитарную помощь. И очень важно позвонить на горячую линию и записаться в список на получение. Как рассказывает соцработник, если вопросы общего характера, то специалисты дают консультацию. По необходимости наводят справки в других ведомствах и учреждениях. Связывают людей с необходимыми службами. Например, консульской, с обесом, паспортным столом. Если человек обращается с просьбой о предоставлении конкретной помощи в срочном порядке, например, пенсионеру необходимо получить лекарство, выписанное ему по рецепту с другого города. И просто помочь ему в доставке или же помочь в доставке с продуктами. Специалисты на горячей линии немедленно связываются с соответствующими районными отделениями службы. По мере возможности организовывают помощь в сотрудничестве с районными администрациями, со штабами. И это очень помогает, в этом очень помогают волонтеры, которые задействованы на районном уровне. Соцработники отмечают, что кроме своей непосредственной работы приходится выполнять и функции следователя-любителя, то есть пытаться понять, кто звонит по настоящей нужде, а кто из каких-то других соображений. При этом специалисты стараются дать максимально адекватную оценку каждому сигналу, например, если звонят по поводу помощи гуманитарной, но при этом очевидно, что критической нужды в данном случае нет, то специалисты пытаются максимально внятно объяснить людям, что ресурсы ограничены и в приоритете оказания помощи со самым уязвимым категориям граждан, например, те, которые оказались без работы и на сегодняшний день им уже буквально нечего есть. К сожалению, мы столкнулись с тем, что зачастую трудно донести до населения обращения подобного рода очень много. Не всегда они исходят от наиболее нуждающихся людей. Люди в какой-то степени напуганы и не понимают, как долго будет продлён карантин и что им дальше дать. Возможно, с этим и связано стремление запастись всем впрок. И это можно понять, но всё же мы призываем всех граждан обращаться за помощью по совести, делать это сознательно, отдавая себе в этом отчёт, что у нас есть одинокие люди, социально уязвимые семьи, которые крайне нуждаются в этой помощи сегодня и будут нуждаться в ней в дальнейшем, в то время как ресурсы, имеющиеся в стране, ограничены. Прежде чем начать работать на горячей линии, специалисты прошли подготовку, получили необходимые инструкции. Главное, что отмечают работники горячих линий, не нужно стесняться набирать номер, если помощь действительно необходима. Элеонора Гилаян, Абазатова. Сейчас кайчая на зачёт. 6 апреля в России закончилась нерабочая неделя для студентов, и они возвращаются к дистанционному обучению, которое, по всей видимости, продлится до конца апреля. При этом рекомендация перейти на обучение онлайн впервые прозвучала в России ещё в середине марта, и многие студенты уже больше трёх недель занимаются в таком формате. Среди них и абхазские студенты российских вузов, которые в разное время добровольно-принудительно вернулись на родину и продолжают обучение на карантине. Как проходят лекции, семинары и контрольные в условиях самоизоляции, рассказали студентки Нала Чкадуа, Алиса Адлейба и Сария Ломи. Репортаж Надежды Боровиковой. Алиса Адлейба учится на втором курсе факультета журналистики Московского государственного университета. С 16 марта вуз перешёл на дистанционное обучение и до 4 апреля Алиса училась онлайн, не покидая квартиру. Когда стало очевидно, что карантин затягивается, девушка решила вернуться в Абхазию. Ведь дома даже самоизоляция приятнее. Тем более, что учиться теперь можно в интернете. Дистанционное обучение проходит так. Каждый день нам на почту или в группу курса присылают онлайн-лекции, по которым дают задания. Мы должны выполнить их срок и прислать по почте преподавателям. Они их проверяют и выставляют баллы. Начну я свой рассказ после того, в тот момент, 1689 год, когда царю шёл 17 год, и его частые отлучки в немецкую слободу породили слухи об его увлечении тамошними молодыми особами. Вот так выглядит стандартная лекция онлайн. Доктор исторических наук Дмитрий Гутнов, находясь дома, начитывает лекцию и отправляет запись студентам. Конкретно этот профессор проверяет знания с помощью онлайн-тестов. Но есть и другие форматы. Есть иная альтернатива написать сочинение или же эссе. Но можно и поговорить с преподавателем по видеосвязи, когда вся группа собирается, и мы выполняем определенные задания. Это тоже засчитывается, за это дают баллы и также отмечают как присутствие на семинарах. Сария Ломия учится на стоматолога в Санкт-Петербургском государственном университете уже почти две недели, как вернулась домой и находится на карантине, не прекращая учебу. Я прилетела домой в Абхазию 29 марта и с тех пор прохожу дистанционное обучение, которое включает в себя общение с преподавателями через различные социальные сети, такие как Skype, Mail, Discord, Zoom. Преподаватели скидывают всю необходимую информацию, тесты, тематические планы, то есть делают все необходимое для того, чтобы мы освоили весь материал. Так проходит семинар по английскому языку у студентки четвертого курса МГИМО на Лычкадуа. Она вернулась домой в Абхазию почти три недели назад и уже полностью привыкла к новому расписанию. Вот мы уже вошли в привычный ритм, мы занимаемся по привычному расписанию с девяти утра, используем различные платформы для различного типа занятий, Zoom, Hangouts и Skype. Поначалу было не тяжело, поскольку не все преподаватели и не все студенты могли выходить на связь, не у всех, как не прозаично было, было хорошее интернет-соединение, но тем не менее на сегодняшний день все стабилизировалось, нормализовалось и занятия проходят, как я уже сказала, в привычном нам темпе. Российские вузы за три недели уже освоили необходимые онлайн-платформы, но, как и в любом начинании, здесь есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, объем заданий увеличился и надо все успевать в сжатые сроки. Можно ненамеренно прогулять пару, если отключили интернет. Нельзя остаться после лекции и уточнить непонятное. С другой стороны, студентам медицинского больше не нужно тратить по два-три часа на дорогу с одной лекции на другую. Да и контрольные приятнее сдавать в кругу родных и с чашкой чая в руке. Надежда Боровикова, Абаза ТВ. Мастер спорта по волейболу заслуженный тренер Абхазии Олег Лакарба обратился к жителям республики с призывом на период самоизоляции оставаться дома и быть ближе к родным. По словам Олега Лакарба, это время необходимо использовать для общения со своей семьей. Это повод вернуться к своим истокам и рассказывать детям о моих предках, сказал Олег Лакарба в интервью нашей съемочной группе. Олег Лакарба Папаскер, Шинкуба, Лакарба, Налайба, Шағырыла, Хашыг Никуала, Юй, Заб Сураха, Абаризыге, хорта сирау. Нас, Назгия, Назгия, дара Засрых, от Атсара, Хеддолу, аби пара, житра, холтштра, абризы, геш, хуэя, нырцо, и ризымдару, айж, лака, теле, чейч, шопи, хамов, а цара, хосаны, аам, Табриялагиргод, рычганшеге, холтштра, раби пара, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не установлено, сообщается на сайте Верховного суда. 7 апреля – День памяти народного поэта Абхазии Дмитрия Гулия. Основоположника абхазской литературы не стало 60 лет назад. Он ушел из жизни в один из самых главных православных праздников – Благовещение. Сейчас о погоде. Как сообщают синоптики, в среду 8 апреля в республике переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 11 днем до 16 градусов. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами и на сайте абаза.тв. До встречи в эфире и хороших новостей. Субтитры подогнал «Симон»!